Приветствую всех, кто смотрит, это Кот, это Атилла Тоталвар, легендарный уровень сложности за западную Римскую империю, без поражений, к божественному триумфу, без марионеток и без выклянчивания денег через дипломатию. В прошлой Сирии была внезапная атака на Касургис, которую я отразил доблестно, и я опять захватил Большой Анагар. У меня еще один Большой Анагар теперь есть. Так, я пока Легион Гемина с Телехона, пожалуй, поставлю, но здесь на переправе стоит в лагеречек. Вот эту армию гунскую, которая здесь уже тусит, который ход, попробую задержать. Успех, отлично. Отлично. И у меня тут из больнички вышел агент, если ему повезет, то он опять не попадет в больничку. А если очень повезет, критическая неудача, ему не повезло. Ладно. Так. Гонорий, кстати говоря, может уже получить нормальные войска. Относительно, конечно. И знаете, еще интересно. У меня же здесь вот степные мои ребята получили повреждения. Я могу нанять славянских копейщиков. Надо брать. Просто потому, что это же круто. В римской армии славянские копейщики. Вот. Это обязательно беру. Легион получает традицию. Вот, кстати, да. Ладно. Общественный порядок. И пополнение возьму. Пополнения, кстати, нет, потому что, ну, долбаные гуны здесь. Не буду я ее убивать, эту орду. Здесь я встану в лагерь, пожалуй. А вот этих я задержу. Пускай их убьет кто-нибудь, кроме меня. Успех отлично получилось задержать. Это совсем не обязательно, кстати, что получилось бы. Ну, получилось так получилось. Здесь я все подчиню, потому что они пару ходов меня держали. Здесь даже голод начался из-за этого, да. Перебои, так сказать, с подовольствием. Тут тоже можно уже улучшить. По наемникам ничего такого супер нужного. Все у меня, в принципе, есть. Итак, у меня здесь есть анагар. Здесь есть анагар. Тут есть два анагара. Тут ни одного у стелехона. Но я передам, пожалуй, вот отсюда анагарчик. Наверное, ну, если не весной, то, короче, когда снег сойдет. Вот. Ну, и у гонори анагары есть, кстати говоря. Тач гонори. Найми-ка еще один отряд копий. Итого у меня 10 тысяч. Я хотел нанять агентов. Обязательно я беру сверхсрочника, который плюс 2 к порядку на халяву дает. И беру, ну, допустим, вот этого типа, который дает военноподготовка. Есть. Сразу можно им это дело повысить. Я изнурение лучше повыше. Военноподготовка и военноподготовка. Но изнурение мне полезнее будет. А вот тебе наоборот. Это изнурение постольку поскольку. Потому что я хочу тебя в какую-нибудь провинцию загнать. Вот. Снабжение войск, хитрость. И тут будет призыв к оружию вместо службы. То есть, чтобы можно было лучше. А, даже так. Еще один навык, да? Ну, изнурение хорошо. Тоже по два уровня получил, е-мое. Изнурение. И что бы еще такого полезного нападения шанс убить. Ну, и на пополнение пойдем. То есть, один агент у меня отправится долбать вражеские армии. Ну, так. С прицелом, что может в свою зайти. А один однозначно будет стоять в провинции. Повышать порядок. Вот. У меня осталось восемь тысяч. Ну, как у меня уже много провинций зелененьких абсолютно, да? Кстати, я хотел, да. Я хотел тут лептисмаг, но обезопасить обязательно. Да, мне не нужен больше вот эта армия. Мне здесь больше не нужна. Спасибо за службу. Все, уходи. Надеюсь, ты не сильно расстроился по этому поводу. Он не может сильно расстроиться. Он слишком туп для этого. Я лептисмагна, а это же столица у меня. То есть, в принципе, мне здесь не обязательно армию делать. Я сейчас подойду, посмотрю, что у них там. У них там анагры есть? Нет, я не знаю. Не должно быть. Скорее всего, это куча каких-то этих... конников, типа вот таких, которых не видно нифига, да? Вот, маскируются на карте, да? Поэтому я не думаю, что Макомадусы они угрожают особо. Лептисмагна, она у меня за стенами, поэтому они не смогут ее проатаковать. А на горбе я заметил. Я так думаю. Сколько мне тут надо пройти? Чуть-чуть поближе, если подойти. Не, ничего не видно. Окей, значит, так и сделаем. Не будем особо тут деньги тратить. Минус 10 у меня порядка, да? Ну, что тут сделаешь? Ну, давай. Аудиториум начнем, потому что... Ну, я не могу здесь вечно армию держать. Правда, это заживет пищи, да? 30, блин. Ладно, пока перебьемся. 19 ходов, я думаю, это нормально. Да. Вот, тогда пойдем дальше по порядку. Ливия ясна. Вот, Великая Греция, минус 1. Великая Греция, минус 1. Тут 30 пищи. А если вот эту штуку поставлю, будет плюс 1. Загрязнение 2 штуки займет. Вот, у меня есть тут загрязнение. Сколько стоит? 5 тысяч 6 ходов. Ну, это много. Может, латинский лучше поставить тоже. У меня есть, кстати, латинское христианство падает, поэтому, да, латинскую церковь бахнуть. Алтарь. В западных островах минус 3, вот это плохо. Поэтому здесь, хочешь не хочешь, аудиториум надо делать. Причем, еще стадо скота, потому что, блин, мало очень еды. Тридцатку ждет. Вот, да. В Карфагене минус 4, но денег нет уже. Поэтому придется терпеть. Тут минус 4. Я ушел отсюда армией в Каледонию, да? Тут плюс 8 наоборот. Ну, в принципе, в принципе, все терпимо. Остальное, я думаю, что очень скоро мы выйдем вообще на плюс по порядку во всех провинциях. Как у нас поживают? Они салонники восстановили, красавчики, че? Я вообще не против, ребят, чтобы вы такими вещами занимались. У них здесь легион есть целый в Константинополе. У них есть небольшой флот. Надеюсь, у нас отношение не портится. Ухудшается, ухудшается. Я по-прежнему неверный. Ну, ладно. По-прежнему я неверный. Че там у нас? Командир конец и кто-то хочет на него, да, наверное? Из вот этих ребят никто не может. Че вот такие бомжи-то? Так, а из моих? Вообще никто не может. Алло. Так же нельзя. Че вы такие дохлые? Так. Раз, два, три, четыре, пять членов семьи у меня. У меня еще один есть какой-то, по-моему, чел, который умеет ночные атаки. Вот. На суше и на море. Ему 40 лет. У него жены нет. Художник. Губернатор. Вот этот вот магн. Его бы усыновить, на самом деле. Только кому? Не хочется тратить 135 всего влияния не так уж и много у моего императора. Он еще в ближайшее время, наверное, не наберет больше. Поэтому не буду я этого делать. Жрец получил какую-то фигню. Убивство. Прокачаем. Так, если в целом посмотреть по моим загубернаторенным провинциям, то не так уж и много порядка. То есть особо никого не освободишь от дел. В Италии плюс 16, конечно. Но в Италии просто сидит, по-моему, Виталия Простатит, да, который, блин, шарит. У него авторитет выше жопы. Все прокачано. Плюс Виталия там моя самая-самая провинция денежная. Да. Потому что и Виталия там коррупцию снижает, и вот этот Тепелло коррупцию снижает. В общем, пускай растет. Поехали. Ты гляньте. Он нападет на поселение Бестен, интересно? Ну давай. Нападай, говно. Я жду. Многие агентами, наверное, покастят на мою армию, раз так долго ход у него идет. Скорее всего. Да, он напал на Макамадос. И... Ой, слушай, так это все пехота. А че я не видел эту всю пехоту? Ну ладно, у них всего один наемник на верблюдах. У меня, кстати, два лучника есть. А, так это у меня поселение-то еще прибрежное. У меня два лучника с бесконечными стрелами. А у них вообще никаких стрелков нет. Я буду их просто стрелять бесплатно и все с берега. Окей, поехали. Как я уже говорил, у них вообще нет стрелков. Интересно, конечно, что они делать будут. С двух сторон нападают. Ну, я поставил сюда легион, чтобы он выкинул свои пилы. Здесь у меня легион стоит, чтобы либо баррикаду прикрыть, либо вот этих прикрыть. Посмотрим. Либо просто я выкину все пилы, мы спокойно отойду, а потом эти еще выкинутся с пилами. Мои отряды сильнее, чем у них отряды. Я даже не включал никакие огненные стрелы, ничего такого. Лучниками я тоже отключил. А, стоп. Не надо ничего поджигать, пожалуйста. У меня и вышки, наверное, все подожгут и без вас. Мои вышки. И что ты прибежал? Чудяще инопланетное. Так, главное, не забывать все время нажимать. Я вот пока не стреляю, а они особо не бегут. Да, мы продолжаем. Нам-то че. Мы как раз вот достреливаем. Дебилы. Я стреляю обычными, чтобы побыстрее. Патронов-то полно, поэтому выкидывайте. Наши воины получили боевые бассы! Можно даже вот так единичкой обозначить, чтобы просто по единичке быстренько нажимать пополнение. Ну, вы решитесь, наконец, баррикаду атаковать или насрано, я не пойму. Ладно, давайте я вам помогу. А то это уже какое-то читерство прям. Так, отлично, выкинули. Тоже сюда, идите. Это они что-то не хотят, забаговались что ли, не пойму. Враг собирается силами. В спину накидываем. Корабль пополнил боезапас! Мда. У меня легионы еще даже не вступили в битву. Так, покидали пилу мы и все. И даже корабль мой еще не вступил в битву. Западное полотенское усилие против этого комитарского легиона. Комитарских копейщиков, точнее. О! Так можно и полка нагрохнуть. Боезапас пополнен! В принципе, не сильно бы изменилось, но они хотя бы баррикаду разрушили. Просто они туда-сюда бегают, как дебила. Им здесь не встать, что ли, я понять не могу. Какие-то баги текстур. Что происходит нафиг? Ну, ребята, я даже не знаю как-то. Дай сюда свистящий. Все, патроны кончились. Один выстрел только сделал. Дай свисту. Дай огня. Ой, пойдем. Добьем кого-нибудь. Не получится, да? Вот эта дрянь здесь стоит. Ну, ладно, ничего страшного. Сейчас тогда просто вот сюда сразу беги. Разрушил баррикаду. Да. Разрушил баррикаду. Получилось, конечно, встретимся на глобальном. 88 человек я потерял. Убили у них почти 2000. Осталось 560. Нормально. Хотя посмотрим, если получится догнать их. Так, 600 монет заберу. То потом сразу проатакую. Гунов добить не смогли. Гритунги уничтожены. Гритунги уничтожены. Да еб, перненький бастос. Дезинформация. У-у-у. Подожди, бежать. Пуще на... А, фу, слава богу. Так, ну и че? Он наемников может нанять. Сучандра. Поэтому надо его добивать. То есть я, конечно, могу Аугилу взять. Он нажмет наемников и опять нападет. Поэтому мне это не надо такое. У меня полководец страдает жутко. У меня вся та остальная армия иммунна к этим самым. Ну вот как-то так. Блин, Хиларий, капец. Надо тебя заменить на кого-нибудь, серьезно. Давай, сейчас тебя заменим. Так, на кого? Опыт новых агентов. Та-та-дам. Симах. Тимасий тоже опыт новых агентов, да? Ну давай, действительно, на Симаха. Он, конечно, авторитет, губернатор и все такое. Но я его отсюда уберу, потом обратно поставлю Хилария. Ну, Хиларий сразу 8 получил. Верности, отлично. После замены. Вот и, кстати, тащи Хиларий. А-а-а. Ясно. Ну вот, на следующий ход можно будет забрать его к Гилу. Я не думаю, что они там успеют что-то отстроить особо. Аптолимейда минус 11, да? Ну, в принципе, можно здесь поставить уже рыбацкие причалы. Так-то. Загрязнение плюс 2. Ну, у меня тут нормально санитарии и все. Вот. А здесь уже аудитория. Вот так. Это полтинник дает, это жарит 30-ку. То есть нормально мы и по пище нормально будет, и по... Ну, по пище тут вообще будет огонь. И по санитарии тоже нормально будет. Да. Надеюсь, что на меня не согрится какая-нибудь Египта с этим... с Анагром. Египет-то вообще воюет с кем-нибудь? Так. На секундочку. На всякий случай. Но они вот как раз с римскими сепаратистами воюют. То есть вряд ли они на меня согрятся. Вот мне радует то, что начали появляться какие-то армии, какие-то флоты у Восточной Римской империи. Наверное, это потому, что их выперли окончательно из Азии. Вот этой вот турецкой. Поэтому они опять, как всегда, обосновались на островах. Кстати, у них отобрали Констанцию. Сосониды, да? И вот они, значит, здесь тусят. Но это очень хороший у них фортпост. Особенно учитывая, что я север их прикрываю. У них здесь легион целый. Правда, что-то он на море. И очень хороший гарнизон. Единственное, что они не отстраивают нифига дальше. Свои постройки. Салониками занимаются. Салоников через один ход уже будут стенки. И флот. Хорошо. Ну, это лучше, чем... Кстати, Понт приплыл сюда. С Эймгана флотом. Че это он? Какой-то агент зафейлился тут, да? Какой-то агент тут зафейлился. Это что такое? Здрасте, приехали. Еще одно. Странники Великой Степи. Прутся. Тоже второго уровня стэк. Ой, а это что? Скирские войны. Это уже третий уровень, ребята. Как вы можете видеть. Это уже не хухры-мухры. Ну, больше тут ничего третьего уровня нет. Да, пошли посмотрим, что там. Косургис. Надо бы здесь уже начинать как-то отстраивать, я думаю. Дальше ему не цепи. У меня пищи здесь нет. Минус 12. Потому что орда здесь находится. Что с этим сделаешь? Давай возвращаться, так сказать, в свои земли. Это у нас кто? Это у нас тот, который военная подготовка. Удачливый. Шанс на успех. Здоровый. Ой, хорошо. Давай сюда. А ты как раз у нас порядком занимаешься. Где у нас ближайший плохой порядок? Куда тебя отправить? Можно отправить его, кстати, в Рим. А вот, иди-ка ты в Грецию. Вот сюда, от родной. Там будешь стоять. В Великой Греции. Повышать порядок. В принципе, он бы в сиквании пригодился. На самом-то деле. Кстати, да. Он бы очень пригодился в сиквании. Ну, это, наверное, тогда, когда я начну уже здесь ставить военные постройки. А это будет, наверное, не раньше, чем расширение поселения на семерку произойдет. И мне еще нужно вот это поселение обосновать. Потому что мне нужно пригрыть агент Рад. То есть, в Германии надо обосновать обратно столицу. И вообще закрыть эту дырку. Чтобы у меня здесь стояли вот такой треугольник из стен. Был. Ладно. Это я обязательно сделаю. Это будет армия тоже из копейщиков. Да, такая. Просто одна копейная армия. Набирать я ее буду, очевидно, в сиквании. И это будет какой-нибудь Нелтерий, наверное. Так, хитрость. Нет. Это будет Тимаси, наверное, скорее всего. Опять. Что у меня по наемникам? 105. 91. Берем дешевых. Этого на всякий случай. Мало ли что. Все остальное забиваем. Все остальное забиваем копьями просто. Итого у меня 8000 осталось. Теперь посмотрим, где нам еще можно поставить цирки какие-нибудь. Да, кстати. У меня через один ход построится регионализация армии, которая позволит мне стоимость найма. Я могу, на самом деле, еще варварские анклавы выполнить задание. Вот это. Оно 7 ходов будет длиться. Мне награду дадут скорость следования для гражданских технологий. Это значит, что еще 2 хода я потом вынужден буду что-нибудь исследовать из гражданского. Хочу ли я этого? Что мы знаем, мы 5%. Ну, в принципе, почему нет? Это не так принципиально. Давай. Ладно, вы говорили, чертяки. Варварские анклавы. И это даст мне богатство от культурных построек. И потом можно будет богатство вот еще от производственных построек бахнуть. И выйти вот сюда. Стоимость строительства сельскохозяйственных построек. Уговорили, чертяки. Хер с вами. Давайте. 20% нехти какая хрень, но может быть ход мне сэкономит. А может и нет. Не знаю. В любом случае выполнить задание это хорошо. Так, да. Я хотел посмотреть, где еще что построить. И первым делом Трипалитанию надо починить вот этих чмошников. Минус 10. Честный порядок, блин, из-за еды и из-за разрушения еще минус 4, сволочи. Ну вот, давай тогда аудиториум и латинский алтарь в Лузитании. В Мавритании минус 2 это пока терпит. Но, в принципе, я бы мог здесь бахнуть за 2000 форумов. Но у меня уже денег нет, к сожалению, в Мавритании. Ну, бахнем на следующий ход. Это все ерунда в Далмациях. Это все терпимо. Все, наверное, 1400 мне придется оставить. Единственное, сейчас я посмотрю еще. Нет, никто не хочет на магистра кониться абсолютно. Ни наши, ни ваши. О, я еще могу нанять класс. Сколько, кстати, разницы у них? Сколько здоровья еще раз. У них здоровье-то одинаковое, хотя пишут, что низкое здоровье у славянских копейщиков. У славянских копейщиков, я смотрю, броня гораздо меньше. Гораздо меньше. В два раза ровно. А стоят они дороже. Почему? Потому что у них стенокопии есть. Вместо стены щитов. Да. Такое себе. Ну, просто по приколу. Мне нравится. Пкинеров оставлю. Мне прикольно, что у меня славянские копейщики. Толку от них, конечно, не так уж и много. Гай Петелий Кан. Это губернатор. Ага. Давай богатство от культурных и стража. Здесь есть культурные постройки. Библиотеки, например. Капитолий, например. Там. Класс. Поехали дальше. Да. Коварный успех, блин, в Ливии. В Африке. Какое-то там государственное дело. Сильно меня затормозили? На 25%. Ну, это ерунда. Я даже, по-моему, достаю. Да. Да, я достаю. Ого. Ни хрена, а. Не знаю, почему такие проценты странные. Если честно. Набор у него идет, понимаешь. Очень странно. Так, а у кого есть ночные атаки? Давайте сразу признавайтесь. Хотя, чем мне поможет ночная атака? У него здесь всего один. Отряд. Он мне, наверное, ничем не поможет абсолютно. Я бы мог проатаковать его, но я не дотягиваюсь. Так, у меня есть стрелки. Я, в принципе, могу расстрелять большую часть. Но если они выйдут, мне придется их тогда жестко кайтить. В принципе, мои наемные глианеры, ближний бой 26. Его эти 21. Мои даже получше будут. Конница у меня преимущество дикое. Три у меня есть наемных лучника, которые, в принципе, сожгут его башни. Так, что там у нас? В соседнем лесу собирается сотня почитателей Бальдура. Наверняка они проводят там свои нечестивые ритуалы. Возможно, нам стоит мешаться. Запретить. Так. Ну ладно, будем атаковать однозначно. А что у нас есть по наемникам? Ни черта. Генерала надо, конечно, поменять. Потому что он что-то совсем мертвый. Хиларий у нас, скорее всего, тоже дохлый. Может, не Атерия взять? Давай не Атерия возьмем. Плод инцеста. Слабосильный. Опять. Зато целый отряд. Ладно. Давай сначала я перед этой битвой потрачу всякие деньги. Посмотрю, что можно тут сделать вообще полезного. Тут, кстати, гуны вот кучкуются. Опять они вот... Что-то происходит непонятно. Они начинают кучковаться. Ну, в смысле, как только начинают в балде получать, начинают кучковаться. А, не получилось, да? Жаль. Попробую не заехать в больничку на этот раз, а? Серьезно. Так задолбал. Ну, хоть так. Так, теперь. Здесь, кстати, убили орду гунов. Наши докицы. Друзья. Хотел сказать, союзники нет. У нас нет союзников. Просто друзья. О, привет. Ага. Ну да. Это вот странники великой степи. Они где-то здесь и были все это время. Ну, хорошо знать, что ты здесь. Говна-самовар. Давай вот так. Попробую как-то так. Они все сюда в дакию лезут, в первую очередь, гуны. В принципе, понятно. Наверное, надо в саварии все-таки начать строить что-то. Сколько у меня здесь еды? Два. Две еды. Это немного. Так, загрязнение плюс один. У меня здесь два загрязнения лишнего, да? Это сожрет десятку еды. А строится будет пять ходов. Да, вот так давай. В Сирмий. В Сирмий здесь. Нужно пара капитолий ставить. В принципе. Сейчас еще гляну, где что. В Великую Грецию я хотел довести нашего типа. Так, плюс три порядок пошел. Отлично. Здесь сейчас достроится латинский алтарь. Еще лучше будет. Далмация здесь минус пять. Нехорошо. А по еде что тут? Далмации двадцать. Двадцать еды. Тридцать нужной еды, чтобы поставить особняк. По загрязнению. Два загрязнения здесь, да? Общая санитария два. Ну вот я в ноль поставлю фруктовой флантации. Пять тысяч, блин. Это будет порядка единичка, да? Пять тысяч, блин. А может мы все-таки где-нибудь лучше поставить уже за пять косарей этот стадион. Вот можно в Нижней Британии. А мне еды столько нету в Нижней Британии, чтобы мне там ставить это дело. Вот в чем суть. Мне надо выбрать провинцию, где мне еда есть. Чтобы ставить, блин, стадионы какие-то. А мне нужно стабилизировать порядок еще. Здесь, кстати, ноль еды тоже. Ладно, давай уже. Собрался в Далмации делать. Так делай в Далмации, правильно? Вот так косарь оставляю. Проверю, как кто походил. Все, норм. Ну, вот у меня получается сейчас нет флотов. 9 из 12 армий. Все агенты, все губернаторы назначены. Вот это вот Легион волшебный. Еще раз смотрим. Дешевых наемников нет. Ставлю на остаток денег. И будет штурм. Такой дичайший. Я уж не знаю, почему так вот прям. Такие вот проценты. Наверное, потому что у них очень много пехоты. Ну, немерено просто пехоты. Вот. Ну, поехали. Все равно пофиг. Не знаю, пойдут они на меня или нет. У меня очень много стрелков. Вполне возможно, что пойдут. И придется рубиться за пределами города. А может и нет. Черт их знает. Это что? Это баррикада. Тут башня. Я, в принципе, знаю это поселение. Я сам оборонял подобного рода поселения от гунов. Подкрепление. Подкрепление у них, скорее всего, где-то с другой стороны идет. Пойдем прошвырнемся двумя отрядами туда, двумя отрядами туда. Они все ближе. Чепок тут его надо. Да, вот он идет с другой стороны, естественно. Сейчас мы его грохнем. Ну, а что, на халяву отряд собрать, почему нет? Как там у меня эти бегут-то через... Не, не эти. Вот эти. Через башню не пробегают, случайно? Пробегают. Называем глаз да глаз. Сейчас, выкинь, выкинь свои пилумы. Давай. Ой. Втыкал. Смотрел туда. Потерял трех человек, да? Тут, наверное, эти уже не нужны, но... Пускай уже. Палатинская гвардия. Палатинская гвардия. Палатинская гвардия. Ну и порядком его поддолбав, затержим. Ой, капец. Минус один. Ну, раз они не выходят, начинаем тогда сами движения. Сначала расстреливать буду вот эту вышку. Подбегаем пока так. Интересно, конечно, они встали как-то, буквой Зю, блин. Ну, вроде работает. Хреново получается на самом деле. То есть я уже половину потратила, а всего лишь 33%. Поближе подойдем. Так, получше должно быть. За один залп десятку снимаю, да? Чет с ними уже с потерями. Почти. Так, башня готова. Отлично. Даже загорелась немножко. Попробую по коням пострелять, по вот этим. Ну, все остальные тоже подходят потихоньку. Здесь. Тату, иди сюда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я их разозлил, походу. Он взял, обошел в обход, да? Ладно. Коментарские копейщики гораздо хуже пробиваются, конечно, чем всякие варвары. У них, блин, брони дофигища. Хотя они не становятся в черепаху, а почему-то становятся в разряженный строй. Все равно я им думаю, что нанесу достаточно потерь. Пойдем-ка мы лучше еще постреляем. Вот эту башню убьем, потому что основное, я так понимаю, массу я здесь буду долбать. Тоже пока не стреляй. Вдруг ты пригодишься. Я вот так вот поставлю. Лучше прощай сюда. Ну куда ты нахер, блин? Вот так. Брони разгадали нашу хитрость. Пался, ублюдок. Которые бегут. Так. Подходите. Вот так, значит, да? Вы решили. Окей. Окей. Проходите с этой стороны. А вы сейчас в тылу нападете. Так, что стоим? Так, что стоим? Почему не стреляем? Поджег. Молодец. Вражеская башня превратилась в обломки. Наши оставить без снарядов. Отсюда. Отсюда заходим. Сейчас лученько всех накроем. Вражеская башня превратилась в обломки. И заходим, значит, сюда. Отлично. Один сюда. В спину. Гражданин хороший. Куда-то побежал, дебил. Сюда, блядь. Вражеская башня превратилась в обломки. Вражеское поселение горит. Нет, стой. Да стой ты, блядь. Хер выделишь. Наши бойцы бегут с поля боя. Какой позор. Где у нас еще есть кто? Блядь. А, тут же баррикада. Вот я якорь, ну да. Ладно, тогда разбирайтесь со всеми вот этими тукарями. Ты сюда заходи. Сейчас в спину ударишь. Кайтим. 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 В спину. Забиваем, забиваем всю эту херню. Ты вообще никуда не стрелял все это время, да, красавчик? Да вы убьете наконец это дерьмо или нет? Наконец-то. Так, отставить. Ты сюда беги, а то сейчас вернутся же, твари. Скитариев убить не можете. Вы вообще охренели, ребята. Полкан, подходи. Ты тут нужен. Блядь, я ж тебе сказал бежать за этим, а? Подходи, подходи, полководец. Иди в атаку нахер уже. Есть. Сюда надо. Понял. Убегай. Ты че, серьезно? Я сколько раз тебе сказал атаковать? Или ты совсем тормоз, блядь? Я ему говорил атаковать, блядь, раза три или четыре, блядь. Он каждый раз вступил. С места чарж, да? Блоководец сам может все сделать. Это дебилый, блядь, кусок. Дебилый, блядь, кусок. Просто сломали. Я ж захватил площадь, да, у них? Да. Догоняй, никому не дай убегать. Никому не дай очухаться. Ну и вот. Гореческая победа на атаке города и без каких-либо отравленных стрел. А? А? Ну вот так, все нахрен сдохли. Их было 4000, меня 2794. То есть меньше трех. Я потерял всего 683 человека. Они сдохли все. Как-то так. Просто оккупировать. Что у нас тут? У нас тут гарнизонный казарм. Ё-моё. Вот почему так много всего было. Мастерская дубильщика. Это не надо. Стадовец. Ну окей. Ну вот, как-то так. Нестабильность минус 10. 10 ходов. Захват минус 20. Ну нормально, короче говоря. Нормально. Это минус Африка. Я правильно понимаю? Да, так точно. И сколько я тут уничтожил? Покажите, где это. А, 29. 11 фракций осталось убить. Хорошо. Главное, чтобы гунов я убил. А то так может получиться, что я отил лодч в окно, а гунов потом кто-нибудь другой убьет. Обидно будет, слушай. Да? Да. Поехали дальше. Так, что это у меня такое? Это Тулефурд. Огонь и топор способен справиться с любым лесом. В ближайшие годы паломники сюда не вернутся. Общественный порядок минус 10. Это от наличия германских язычеств все фракции. Ёпта-виметь. Плюс 2, а не минус 10 для германского язычества. Ну, да. Так. Где я очень жестко получил порядок? Здесь много германского язычества? Здесь вообще его нет. А где я его получил-то пожесткачу? Ну, в Карфагене тоже не должно быть, по идее, германского язычества. Но все равно порядок падает. А почему? А почему? Хотя минус 4 это не то же самое, что и было на самом деле. Ничего такого не изменилось. Мне нужно проверить именно, в первую очередь, конечно, мои германские провинции. Это значит Касургис. Религия минус 2 всего-то. Германское язычество очень сильно упало у меня во всех провинциях вообще. Туллифорд 0. Религия минус 7. А, ну вот здесь самое большое. Самые большие проблемы это именно здесь. Тай плевать сто раз. Сколько это все продлится? Три хода. Ерунда полная. Оно как раз лучше будет в будущем, в отдаленной перспективе, как говорится. Ну, ладненько. В принципе, все понятно. Тут опять гуны подходят, концентрируются потихоньку. Я думаю, что все будет хорошо с этими гунами волшебными. Ну, а пока что я закончу. Всем спасибо, кто смотрел. Да? Сколько там времени? Ну да. Да. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. Лайк, подписка. Все дела. Субтитры сделал DimaTorzok